Посмотрите, какие усыпальницы сакского вождя, представляете, в Казахстане усыпальница вот такая, это вам не вавзолилинина, вавзолилинина в эту хуйню полную, посмотрите, как это сделало мумий, мумизирование, все одно, золото там, бриллианты, все такое дорогущее, как они это сделают, тысячу лет назад, посмотрите, какие драгоценности, вот у вас Ленин какой-либо голый, да, вот это я понимаю, раскопки, да, ну покопайте Москву, покопайте. Хороша она тем, что здесь нет Москвы, обратите внимание, Галич есть, Владимир Волынский, Киев, а Москвы нету, Переославль есть, Чернигов, Полоск, а Москвы-то нету, есть Брянск-Рязань, а Москвы-то нету, Новгород Великий, Суздаль, Владимир, Муром, а Москвы-то нету, а вот если соединить прямой линией Смоленск и Владимир, то где-то вот тут вот должна быть Москва, но вы видите, что на месте Москвы Оковский лес, в котором живет дикое племя под благозвучным названием Голядь, это, видимо, от них пошли коренные москвичи. Вот они, смотрите, в юртах вам будет комфортно, тут написал, вот, пока казахи живут в юртах шикарных, которых сейчас невозможно купить, тысячи и тысячи долларов стоят, вот, это ваши, ваши юртразия, Когда нас завоевали монголы, и Москва стала, в общем-то, московской Ордой, усвоила все их повадки, вот эта ордынская традиция, традиция экспансии, бессмысленного завоевания, потому что самой Орде не было абсолютно никакой пользы от того, что она пошла на Запад, и России никакой пользы не было от создания Советского Союза и от создания Российской империи, ну, ровным счетом никакой. Вот эта ордынская традиция, она может быть удалена, только если народ сознательно от нее откажется. Мы стоим на пяти традициях, и три традиции нашей неблагоприятны для демократического развития. А Россия, кроме Солнца, что-нибудь светит в будущем? Солнце у нас светит достаточно редко. Видимо, Господь осознает, что такое Россия, поэтому отпускает ли очень мало солнечных дней, у которых мирный потоп на отдельно взятые территории. Это цивилизованная жизнь, как в любых государствах Европы. Россию ждет когда-нибудь? Пензенская область, Смоленская область, Хабаровский край. А вы знаете, нам был дан шанс. Вот в 91-м году все получили шанс. Почему вы его использовали? Почему вы не использовали? Даже Молдова его отчасти использовала. Почему мечтатели-либералы уступили место капиталистам-прагматикам? Ой, нет, капиталисты-прагматики – это нормально. Капитализм – это всегда прагматика. Кому не уступило место? Но капитализм – это еще и протестантская этика, это еще и христианство, это еще и совесть. Потому что капитализм – это не только джунгли, да, гонка экономическая, такое спортивное издание, но при этом очень строгие законы и милость к падшим призывают. И простите, памбусы для инвалидов. В России ни одного памбуса нет. Вот наш куманизм. Чем я и говорю. А в Европе ни одна день кинотеатр не сможет открыться, если там нет памбуса для инвалидов. Дело в том, что Россия не христианская страна вообще. Вот, я думаю, что мы не крещеные. Глубокоязыческая страна, и она верит не в Бога, а в государство. Поэтому вот этот вечный спор, что такое украинская автокефальная церковь православная, что такое РПЦ, ну, он разрешается сам собой. Потому что у нас храм Христа Спасителя стоит на мойке машин. Да, я знаю очень многих людей, которые въезжали в эту мойку христианами, а когда выехали, увидели, что они могут помыть машину под храмом, совершенными астеистами. Я и хоть одну страну, где побывала Америка, и она стала процветать. Я сделаю лучше. Я сравню их с теми странами, куда пришла Россия. Северная Корея, куда пришла Россия. Точнее говоря, СССР. Тюрьма, а не страна. Южная Корея, куда пришла Америка. Одна из самых передовых стран мира. Куба, куда пришла СССР. Друг России. Тюрьма, а не страна, где появился интернет всего лишь два года назад. Тайвань, куда пришла Америка. Самая технологичная страна мира. Любая техника, которой мы пользуемся, содержит в себе чипы из Тайвана. Чили, куда пришла США. Самая развитая страна Латинской Америки. Венесуэла, друг Америки. Нищая страна, имея самые большие запасы нефти в мире. И таких примеров очень много. Туда, куда пришла США, и где народ живет лучше, чем в Соединенных Штатах, таких стран много. Но нет ни одной страны, куда пришла Россия. И чтобы там люди жили лучше, чем в Америка. Во времени суток. Знаете, о чем я думаю в последние дни? О том, что большую часть своей жизни я прожил практически, ну, по сути, среди маньяков. Такие последователи Чикатилы. Насильники, убийцы, мародеры. Кто-то буквально. Кто-то одобряет эти действия. Это же тоже пособничество. А все, почему? Это потому, что это те люди, которые жили рядом со мной. Мои коллеги, приятели, какие-то родственники, друзья, коих сейчас уже нет, потому что я не могу этих существ назвать друзьями. Потому что и людьми их назвать я тоже не могу. Ты живешь с ними бок о бок. И вот в какой-то момент им разрешают быть подонками. И они с удовольствием ими становятся. Начинают радоваться разрушению городов в чужой стране, убийству воинов той страны, радоваться оставлению детей сиротами, жен вдовами. И такие довольные, когда прилетает туда от них и что-то разрушает, например, дом с детьми. Такие, так и надо. Читаю комментарии в их патриотических телеграм-каналах. Я диву даюсь, я не понимаю. Это вообще люди. Типа, так вам и надо. Давно пора было прожарить. Кошмар. И вот у меня вопрос. Если вы такие радостные, когда уничтожаете города чужие, что же вы начинаете визжать, как поросята, когда начинает прилетать к вам? Вот лет... В 2011 году я первый раз приехал как-то в Саратов. И вот этот дом, в который прилетел дрон, 3-7 этажей, его при мне строили. И вот он прилетел в Саратове. Представляете, насколько далеко это от границы. И все думают, ой, женщина погибла, ой, какой... Это жестокость, это люди. Нет. Это ваша война возвращается к вам. Встречайте. В Москве. Вот этот... Как она? Капотня, что ли? Я этот район знаю. Бывал там довольно часто. Ой, прилетели там в нефтеперегонку. Ой, фашизды. Ой, встречайте. Хлебом, солью, с караваем. Вы этого хотели? Хотели величия? Вот оно к вам возвращается. Меня больше поражает, как вот эта хорошая рошня, которая сейчас всю Европу заполонила, стала восклицать простые люди, ни при чем. Это все война Путина. Это он развязал. Ну, конечно. Конечно. Это же Путин стреляет в солдат той страны. Это же Путин взрывает грессы, дамбы, стирает города пыль. Это все взглядом. Думы своим. Нет, господа хорошие, вы будете отвечать. Вы будете страдать. Вы должны страдать. И вы, и ваши дети, и ваши внуки. Вы те, у которых нет будущего. Вы те орки. Вот вам. Кто будет проклят в веках. Вам не будет прощения. Потому что вы никогда не попросите прощения. Вы же слишком орки, чтобы до такого додуматься. А даже если попросите, люди все равно вас не простят. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...